Садоводы Защитили сад от мышей Но мы, наверное, не зря снова в вашей теплице Наверное, есть у садоводов какие-то вопросы На которые необходимо срочно ответить Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители Ну что ж Как Марина Ивановна сказала Подготовили дачу к следующему году Значит, надо думать о чем? Прежде всего, мы с вами должны думать о семенах О том, как заполнить эту теплицу Как подготовить Мы с вами, видите, земля готова Грядки у нас практически готовы Теперь будем думать о том, какие нам закупить семена Семена закупить очень сложно приобрести Потому что зайдешь в любой магазин Такое количество красивых пакетов С такими красивыми фотографиями Но на следующий сезон Вернее, в этом сезоне уже говорят как И ничего не выросло Для того, чтобы у нас все выросло Для того, чтобы вы все видели Какие мы снимали здесь урожаи У нас должны быть очень хорошие семена Семена должны быть только профессиональные Что значит профессиональные семена Это те семена, которые выращивают только Наше тепличное хозяйство Наши фермеры Которые мы приобретаем Для садоводов-любителей Только у селекционеров Только напрямую У всех зарубежных фирм Поэтому и получаем высокие урожаи Но какие у нас должны быть, как вы считаете, семена На что мы должны прежде всего Обратить внимание Когда мы покупаем семена Ну, Елена Сергеевна, я думаю Что семена должны быть такие, чтобы Дать хороший урожай, во-первых Во-вторых, чтобы помидоры были Разной формы Разного цвета Ну и желательно, чтобы хорошо хранились Ну что для этого надо сделать? А что для этого надо сделать? Мы сейчас с вами разберемся Вот не зря мы сегодня передачу начали Именно в теплице Потому что, когда мы выбираем семена Ну, это не имеет значения Перцы, баклажаны, томаты Мы должны себе представлять Какие это семена И где их можно выращивать Ведь семена бывают разные Точности так же, как разные Бывают и условия для выращивания Вот у нас, допустим, посмотрите Высокая теплица У кого-то теплица под поликарбонатом Не очень высокая У кого-то вообще просто Выращивают под укрытием Или на улице Поэтому и семена надо подбирать Такие, чтобы они имели Такие условия для выращивания Вот, допустим, в нашей теплице Мы всегда выращиваем Индотерминатные томаты Что такое индотерминатные? Индотерминатные не только томаты Это и перцы, и баклажаны Это растения с непрерывным ростом Вот когда мы говорим о томатах То томат закладывает кисточку Индотерминатные Ну, после там от 9-го, 11-го листика А потом только при одном условии Если вы правильно соблюдаете агротехнику Кисточка закладывается через 3 листа И вот посмотрите, теплица у нас высокая И через каждых 3 листика Закладывается кисточка Есть возможность выращивать Именно высокие томаты Они называются индотерминатные Если теплица невысокая Мы, конечно, тоже выращивать можем Индотерминатные томаты Но для этого мы должны подбирать Скороспелые томаты Что значит скороспелый томат? Томат скороспелый, когда кисточка первая Закладывается после 7-го, 9-го листика И очень маленькие междоузли Вот до шпалеры Совершенно спокойно у нас может быть 7 кистей Потому что если мы будем выращивать Мощные томаты с вегетативным типом роста Вегетативный тип роста Когда мощное растение Большое количество листьев Междоузли большие И кисточка закладывается на очень большом расстоянии Одна от другого Если, допустим, ранний томат С маленькими междоузлями Закладывает до шпалеры 7 кистей То, допустим, другой какой-то томат Мы их не выращиваем Не стараемся выращивать До шпалеры может быть всего Не более 4-5 кистей Ну, я бы сказала, вот к ранним томатам я всегда отношу Тобольск Тобольск это такой томат, который закладывает Это единственный из эндотерминатных Который закладывает первую кисточку после 7 листиков А кисточки закладываются через 2 или через 3 листа Но для невысоких теплиц надо обратить внимание На какие томаты? На полудетерминатные Полудетерминатные томаты Которые закладывают кисточку через 7 листиков Кисточка идет через 1-3 листика Дошла до шпалеры Там всего 7 кистей И завершковалась Что значит завершковалась? Дальше не растет Поэтому мы такие томаты выращиваем в 2 стебля Они более скороспелые И за один сезон Уже в августе мы можем иметь до 14 кистей Но уж у кого теплиц нет Кто выращивает на улице Есть детерминатные томаты Детерминатные томаты Это кустовые Которые закладывают кисточку через 1-2 листика Довольно-таки скороспелые Отдают урожай примерно одновременно Это тоже очень удобно Выращивая на улице Мы выходим от всех болезней А уж супер детерминатные Они вообще закладывают кисточку через 1 листик А то кисточка идет за кисточкой Томатов много и разнообразных И вот здесь у нас росли Когда мы показывали нашу теплицу Вот на этом ряду были сливки Сливки оранжевые Сливки розовые Сливки красные Многие любят Допустим, вот такие вот томаты крупные Которые доходят до килограмма Конечно, это томаты только сортовые Поэтому у нас часто бывают и гибриды, и сорта Чем отличаются гибриды? Гибриды отличаются тем, что их готовят селекционеры Их скрещивают Там могут деты скрестись с индетом Очень дорогие томаты Поэтому в теплице, чтобы получить урожай Конечно, надо лучше обратить внимание на гибриды Но от сортов тоже отказываться нельзя Многие садоводы наши попробовали В прошлом году, в этом году Томаты болгарской селекции Это розовое, красное Похоже на бычье сердце Ведь когда мы выбираем с вами Что нам посадить из томатов Мы прежде всего обращаем внимание на то Чтоб растения не болели Вот нашу теплицу мы снимали Ну, в конце сентября Уже в конце сентября Многие убирают теплицы А у нас еще был очень хороший урожай Но главное это было в чем? Не болел ни один листик Мы никогда не обрабатываем свои растения от болезней Но мы выбираем те растения Которые у нас не болеют Поэтому, если у вас заболело какое-то растение Вы просто на следующий год его не садите Если вы приобретаете семена у нас У нас нет ни одного растения Которое болело Потому что мы их просто-напросто выбраковываем Да, Елена Сергеевна Когда болеет теплица, это очень печально Когда в июле месяце нам позвонили Что погибла вся теплица Не осталось ни одного растения И начали сразу же погибать и сами плоды томатов То, конечно, надо подумать о том, как выбрать семена Конечно, мы выращиваем не только томаты Мы очень все любим перцы Вот как с перцами? Там что, тоже есть свои особенности? Конечно, вопросы по перцам Тоже, как говорится, злободневные Ведь перцы, это что? Это наш сибирский лимон Их выращивать надо обязательно Но они должны быть, конечно, вкусные Они должны быть толстостенные Они должны быть разных окрасок И очень многие задают вопрос о том Что не покорснели, не пожелтели Не приобрели тот цвет, который они должны были приобрести А это по той причине, что это просто такие семена Ведь мы очень часто экономим на семенах Не знаю, но рисковать сезоном Чтобы экономить на семенах Возьмите любое тепличное хозяйство Они никогда не будут выращивать ничего на дешевых семенах Потому что на них ничего не получится Ведь семена у нас имеют Очень маленький процент Который мы тратим на выращивание наших растений Поэтому экономить на семенах Ни в коем случае нельзя Поэтому перцы, конечно, хорошие Они не очень дешевые, как не очень дешевые Все гибриды Но зато, если, допустим, мы купили магно Оранжевые Мы точно знаем, что это будут оранжевые Если мы высаживаем у себя в теплице турбин Желтые Они только у нас налились Они уже желтые Поэтому, конечно, мы должны подбирать для теплицы Для открытого грунта Различные семена Потому что в теплице мы формируем перцы Они у нас высокие Они должны дать более высокий урожай, чем на улице Но мы пробовали все гибриды, которые мы сажаем И в теплице, и на улице На улице, может, немножко меньше Но все равно дают очень хороший урожай Перцы различаются какие? Они бывают кубовидные Кубовидные чаще всего бывают с очень толстой стеночкой Оранжевые, желтые, красные Бывают конусовидные Конусовидные томаты Тоже надо выбирать, чтобы они были с более толстой стеночкой Но они предназначены там для того, чтобы их фаршировать Они более ранние Поэтому, конечно, кто что любит Кто-то говорит, я люблю кубовидные Кто-то любит конусовидные Самое главное, чтобы они давали очень высокие урожаи Перцы точности так же, как и томаты Бывают гибриды, бывают сорта Есть неплохие сорта Вот мы очень давно выращиваем сорт фехеризон Но это маленький кустик, который очень рано вступает в плодоношение Ну, достаточно, конечно, и с красивыми плодами с толстой стенкой Ежегодно мы, работая с селекционерами, получаем новые сорта Вот мы и в инстаграме показывали необыкновенный перец полерма Чтобы перец был растение 25-30 сантиметров Чтобы у него, как игрушки на елке, было такое количество плодов Когда мы взвешивали последний урожай, там ты было до 3 килограмм Единственный недостаток этих перцев, они очень дорогие Но если пересчитать на урожай, конечно, урожай бывает достаточно неплохой Елена Сергеевна, я думаю, нужно обязательно рассказать про выбор такого плода, как баклажан Ведь последние лет 15 он стал основным продуктом в нашем сибирском столе Ушел с юга к нам в Сибирь, чисто южный Но выращивать его очень сложно Что вы нам можете посоветовать? Ну что ж, если мы говорим про баклажаны, здесь свои проблемы Баклажаны мы очень долго не могли выращивать у себя в Сибири Вот как я разобралась с баклажанами, я считаю, что это только из-за того, что мы очень долго подбирали сорта, которые растут в Сибири Если, допустим, томаты, мы можем выращивать те, которые предназначены для юга, для зимних теплиц, для открытого-закрытого грунта В точности также перцы, баклажаны – это культура более тонкая Поэтому очень важно, какой мы выберем сорт Поэтому за это время мы, конечно, подобрали большое количество сортов, которые дают урожай в наших теплицах, на улице, в наших сибирских условиях Когда мы выращиваем баклажан, я должна сказать, совершенно не обязательно его выращивать в теплице Спокойно баклажан растет и в открытом грунте Когда мы говорим в открытом грунте, это не значит, что мы посадили на землю и он у нас растет Обязательно это должно быть теплая грядка, обязательно должны быть укрытия А улица, для того, чтобы он лучше всего у нас и опыляется, прекрасно растет Считается то, что, допустим, баклажан не любит большую влажность Нельзя его там поливать в теплице, чтобы влажность была, он плохо опыляется Когда он у нас растет на улице в парниках Ранней весной мы закрываем от заморозков, а потом целое лето мы не закрываем Растет прекрасно Это только из-за того, что у нас хорошие сорта Каждый год нет ни одного сезона, чтобы мы не пробовали какие-то новые сорта Очень хорошо всем понравились сорта номерные Этих сортов, наверное, будет еще какое-то название Но, представляете, мы проверили их на сорта испытаний Затем мы их начали у себя уже выращивать И только отличные результаты В прошлом году мы проверили хороший гибрид Гибрид баклажана «Шарапов» тоже всем очень понравился На следующий год у нас опять будут новые гибриды Но я всегда считаю, новое всегда во много раз лучше, чем уже старое Потому что селекционеры работают над чем-то новым И, конечно, им приятно, чтобы это новое по всем показателям было лучше тех, которые у нас уже есть Вырастили мы баклажаны, помидоры, перцы И в последнее время почему-то очень много проблем при выращивании огурцов А в чем причина, Елена Сергеевна? Выращивание огурцов, причин, когда не получается у нас урожай, очень много Чаще всего это зависит не от семян Чаще всего это зависит от агротехники Но сегодня мы об агротехнике говорить не будем Я говорю о семян Поэтому, когда мы приобретаем семена, что мы должны знать? Что в теплице лучше всего выращивать партенокарпические огурцы Партенокарпические – это те, которые не требуют опыления На улице чаще всего выращивают пчелы опыляемые Потому что там и пчелы, и шмели есть кому опылять Какая еще особенность в сортах огурцов? Огурцы бывают букетного типа цветения Это когда в одном узле находится у нас 5-6 и больше плодов Бывают огурцы маленькие, пупырчатые Бывают огурцы маленькие сейчас Даже вот взять огурец, он 8-10 см, он гладкий Такие огурцы очень любят дети Это азамат Огурцы бывают салатного назначения Длинные, там 20-25 см Гладкие, такие как у нас, допустим, Прада Длинный огурец, очень вкусный, гладкий А вот пупырчатые огурцы, которые бывают длинные, салатные Это аскир Поэтому выбрать можно на любой вкус Кому что хочется Но когда у нас что-то не получается Здесь мы уже дальше будем говорить о агротехнике Почему у нас огурцы болеют Почему не дают должного урожая Если у кого-то есть вопросы, кому-то надо помочь выбрать семена Я по четвергам дворец культуры нефтехимиков Приходите, а еще мы ведем передачи в инстаграм Там тоже мы подробно рассказываем, как выбрать семена Большое спасибо, Марина Ивановна До свидания, уважаемые телезрители До новых встреч в Академии на грядках телекомпания «Актиз» До свидания, садоводы-любители Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин